Всем привет, друзья! Меня зовут Роман Кириллович. Мы сегодня в Одессе, в потрясающем городе, моем любимом. Сегодня мы делаем здесь большой бизнес-эвент, конференцию «Бизнес-колонизация». Будем говорить о масштабировании бизнеса. На сцене будет много крутых анонсов, в том числе франшиз, которые были созданы компанией French, нашей компанией French, которые мы запускаем на рынок, например, «Планета кино», «Будынок Игрышек» и многие-многие другие. Это все покажем. И также сегодня будут выступления наших топовых спикеров, наших клиентов, наших друзей. Будет Дима Борисов, будет Алекс Яновский, будет Лера Янан, будет Владислав Савченко. Но, собственно, не будем оставаться здесь на месте, заходить в самую гущу событий. Вот там нас ждет потрясающий бизнес-контент. Не переключайтесь. Так, пафосная музыка, все как обычно. Всем привет, доброе утро. Меня зовут Роман Кириллович. Все как написано, так и есть. Мы начинаем. Будет очень интересно. У нас суперплотный контент. Я в Excel рассчитывал формулами, сколько нам нужно на все время. Это был интересный опыт. Что сегодня будет? Будем говорить о масштабировании. У нас будут крутые спикеры, у нас будут крутые анонсы. Вот, собственно, и все. Я надеюсь, что вы примерно с этими ожиданиями сюда и пришли. Узнать чуть больше о том, как развивать и масштабировать свой бизнес. Я вообще решил, знаете, о чем поговорить? Я когда вот смотрю на портрет компаний, которые сегодня добиваются выдающихся результатов в бизнесе, строят большие сети, я понимаю, что их объединяет не то, что у них были там богатые родители, не то, что у них были там ресурсы какие-то на старте невероятные. Как правило, это компании, которые стартовали в неопределенности, не имея практически ничего. Я вот решил поговорить на такую тему. Я назвал ее дизрапторы и андердоги. Многим непонятные слова, дизрапторы – это ребята, которые меняют правила игры. То есть они приходят на рынок, вот так делают, и вот теперь так будет. И у многих получается. Сегодня будут кейсы как раз вот таких дизрапторов, которые меняют правила игры на рынке и говорят всем, вот теперь будут по-другому. Классический пример – это Uber, который поменял все, поменял бизнес, целую индустрию во всем мире. И у нас сегодня будет много дизрапторов. А андердоги – это компании с другой стороны немножко. Это компании, на которых никто не ставит. То есть они находятся в турнирной таблице где-то там внизу, на последнем месте. Их кто-то считает неудачниками, кто-то их считает, ну просто даже не замечает, просто не замечает. Но в какой-то момент некоторые из них очень громко заявляют о себе. И этот голос слышен. Андердоги у нас тоже сегодня будут. Начну я с кейса нашего любимого. Это розетка. Семейный бизнес, который превратился в одну из самых узнаваемых компаний на рынке. Один из самых дорогих брендов на рынке. Он создавался, по сути, начинался с двух человек. Сейчас это топ-3 самых дорогих брендов Украины. Больше 300 миллионов долларов оценка. И на самом деле это настоящий дизраптор. То есть компания, которая создавалась на компьютере ночью. Бизнес, который стартовал с желания, давайте начнем наконец-то свой бизнес, а не будем ходить на работу к дяде. Ну и, конечно, 20-й год показал, что даже вот такие компании, такие гиганты могут создавать, запускать франчайзинговую модель. Больше 2000 заявок на полтора миллиарда гривен. Это действительно очень круто. Это к вопросу, есть ли деньги в стране. Есть ли деньги в кошельке инвесторов или людей, которые хотят стартовать свой бизнес. Я хочу показать еще один кейс. Это андердоги. Ребята, которые стартовали в 2001 году. Компания студенческих друзей. Стартовый бюджет 7 тысяч долларов. Можете вспомнить, сколько у вас был стартовый бюджет на запуск компании, своего бизнеса. Я думаю, он был не сильно больше. Ну и, возможно, не сильно меньше. И вот, что у них получилось из этого в итоге. Это тоже топ-3 брендов Украины. Самых дорогих имеется в виду. У них сейчас крупнейшая франчайзговая сеть, больше 8500 точек, открытые в каждом четвертом селе. Знаете, есть такие села в Украине, куда хлеб приезжает раз в неделю, а новая почта ездит каждый день. И на самом деле это тот дизраптор, который меняет право игры, меняет рынок, меняет понимание, что может сделать украинец, если ему нужно доставить что-то куда-то. Еще один кейс, компания МХП, мы с ними работаем уже 17 лет, это наш клиент на всю жизнь, это один из первых наших клиентов, собственно, почти все время, что мы на рынке, они тоже. Сейчас они запустили на смену нашей рябе, сеть развивается под брендом мясомаркет, магазины у дома. 100 магазинов за год открыли, один из самых скоростных показателей на рынке. То есть 100 точек за год, это прям непросто, не у всех получается, это не только вопрос в ресурсе, это вопрос в экспертизе, в команде, в компетенции, в поиске помещений и так далее, и так далее. И цель 2000 магазинов к концу 2023 года, то есть достаточно амбициозная цель, то есть компания хочет занять существенную долю 30% рынка магазинов у дома. Еще один кейс, прекрасный город, кто был, узнает. Знаете, что это за город? Это Львов. Это Львовские круассаны, это вот те самые андердоги, то есть компания, на которую не обращали внимания, которая стартовала в совершенно диких конкурентных условиях. 70 ресторанов Макдональдс на тот момент было, многие другие сети развивались на территории Украины, у которых было огромное количество точек, огромная узнаваемость, огромные бренды. 2015 год не самый простой для Украины. Год, который вынесен у них на логотип, внизу написано всегда 2015, как напоминание о том, когда они появились. Сегодня это 135 ресторанов, Макдональдс уже давно обогнали. Оборот в августе 87 миллионов гривен по всей сети. Компания стартовала с четырех человек, просто друзья, два брата, два друга и больше миллиона круассанов продано в августе. Кстати, я уточнял, я встречался с собственником компании перед поездкой в Одессу. Они говорят, что одесские, льюисские круассаны в рейтинге на первых местах по заработку на квадратный метр. Так, ну еще один кейс, тоже наш клиент Галя Балована. Ребята, которые перевернули вообще полностью отношение к полуфабрикатам, вообще переизобрели этот, по сути, формат, который существовал десятилетиями, формат, который раньше все думали, что это просто ты приходишь, пельмени нагребаешь в пакет и несешь их на кассу или взвешивать. Сейчас ты приходишь в цивилизованный магазин и видишь, как за стеклом лепят эти самые пельмени, вареники и так далее. Мы запустили франшизу весной 2020 года в разгар пандемии прям, выстроилась очередь, сейчас уже за год больше 300 проданных франшиз. Очень крутой показатель качества сети, это когда партнеры покупают повторно, открывают повторные точки. У них 60% партнеров открыли 2 и более, 2 и более магазина. Обычно показатель качества сети это где-то 40+, ну то есть когда 40% партнеров открывают повторные точки, у них 60. Вот поэтому Галя Балонов большие молодцы, очень ими гордимся. Ну и франш, я считаю, это тоже в общем-то в каком-то смысле дизраптор. Семейная компания стартовала с семьи, вот сегодня она здесь практически, здесь моя мама. Где ты? Привет. Привет. Елена. Она в общем-то все придумала, потом присоединился я, при том присоединился мой брат, Макс, он там у нас тоже сидит. Потом жена моя, Яна. Привет. Ну и вокруг этой толпы стали толпы маленькие, да, собираться люди. И таким образом потихонечку мы превратились в крупнейшее агентство по созданию франшиз в Восточной Европе. У нас в команде 30 экспертов, это уже считается большое агентство достаточно, в 25 странах у нас есть проекты-клиенты, и больше тысячи франшиз мы создали за все это время. И большей частью того времени вокруг нас наши клиенты, они приходили к нам, мы им что-то делали, помогали, консультировали, вот, но они потом дальше в целом вращались на своих каких-то орбитах, скажем так. То есть они двигались по какой-то своей траектории, иногда мы с ними работали, как, например, с МХП, 17 лет, иногда мы клиентов наших уже больше не видели, они где-то улетали, видимо, в космос франчайзингом. И в какой-то момент мы поняли, что это надо менять, то есть наши орбиты должны пересекаться, как минимум, а лучше, чтобы это была одна орбита. И мы сегодня хотели бы анонсировать запуск франч-клаба, нашего клуба, закрытого клуба для франчизеров Украины. Это клуб создан для того, чтобы, ну, не создан для заработка, мы будем абсолютно все средства реинвестировать в развитие этого клуба, у нас планируются мероприятия, и мы, в общем-то, будем рады видеть всех, кто, с одной стороны, уже продает франшизу, с другой стороны, ищет франшизу, присоединится к нашему комьюнити. Уже сегодня мы обсуждали возможность участия в этом клубе представителей самых разных брендов, это топовые компании, которые тоже ищут возможности для общения, для объединения, для обмена опыта. Окей, будем рады видеть. Итак, кто же будет дизраптить рынок, то есть ломать устой в 2022 году и далее? Вы знаете, что вы покупаете у айтишников, ну, то есть на самом деле вы думаете, что вы покупаете у таксистов, покупаете у рестораторов, покупаете у отелей, покупаете у авиакомпаний, но на самом деле нифига подобного, вы покупаете у айтишников, вы платите деньги айти-компаниям. Я уже об этом говорил. То есть Uber – это как пример IT на самом деле компании, которая изменила рынок таксистов. То есть ты не платишь больше таксисту, ты платишь Uber. И сегодня мы хотели бы анонсировать еще одних айтишников, которые запускают свою франшизу. Это компания FoodX24. Сегодня она будет называться уже GoodX. Это ребята, которые в разгар пандемии за 14 дней запустили онлайн-супермаркет продуктов питания, а теперь уже не только продуктов питания. Они за год стали стоить с нуля 15 миллионов долларов капитализации на сегодня. И она продолжает расти довольно бурными темпами. Сегодня старт продажи франшизы. Франшиза офлайн-точки. Магазина у дома, где можно купить товары из этого магазина или заказать себе доставку. Идем дальше. Вы знаете, что в этом зале по статистике есть 10 людей, с которыми вы лично знакомы. То есть не просто люди, которых вы знаете, но и люди, которые знают вас. Это удивительно. Я думаю, вы, если уже общались, кто встретил здесь знакомого и не планировал его встретить? Так, так. Ну много рук достаточно. Многие проекты, наверное, будут рождены сегодня в куарах. И мы хотим сегодня рассказать о том, что комьюнити тоже может быть франшизой. Общение может быть франшизой. Я хотел бы анонсировать франшизу Борд, франшизу Бизнес Комьюнити. Кстати, у них есть ячейка в Одессе. Кто из Борда сегодня здесь? Давайте похлопаем. Есть? Воу! Класс! Одноклубники. Я тоже являюсь членом этого клуба, ментором. Скоро этому клубу, кстати, исполнится 3 года. В начале октября, 2 октября. Вот. Это клуб, который создан был тремя предпринимателями. Петром Сиденегубом, Андреем Длигочем и Ириной Берющевой. Это одно из крупнейших бизнес-сообществ на сегодня. То есть почти 800 уже резидентов. Ну и сейчас Борда, по сути, это первая франшиза бизнес-сообщества. Если кто-то хочет в своем городе, ну в Одессе уже есть, но в каком-то другом городе открыть франшизу Борда, то welcome. Идем дальше. Знаете ли вы, что вы не могли бы прочитать этот текст, если бы не керамика, если бы не плитка. На самом деле этот факт связан с тем, что первый вид письма, клинопись, она появилась благодаря тому, что люди начали что-то там черкать на глиняных табличках. Мы не только благодаря плитке можем читать, мы благодаря плитке можем присоединиться к этому миру изделий из керамики. И сегодня мы хотели бы анонсировать франшизу Агромат. Бизнес, который создан был давно группой товарищей, пятью товарищами, по сути, в 1993 году. А эти пять товарищей запустили и построили бизнес, который сейчас, в общем-то, ассоциируется уже с рынком, с целой индустрией. И они являются транссеттерами на рынке керамической плитки. Они устанавливают стандарты, они устанавливают правила игры. То есть это те дизрапторы, на самом деле, которые пришли, поменяли правила, и теперь эти правила продолжают регулировать. То есть они такие внутренние регуляторы, что ли, рынка. Большинство плитки в украинских домах, в ресторанах и в отелях, они родом, они были куплены в компании Агромат, на самом деле. То есть вы ходите по этой плитке, возможно, ее трогаете. Но это вот она из Агромат, на самом деле, скорее всего. У них в портфеле довольно много брендов, больше тысячи. И, кстати, в Киеве, кто был, у них есть там самый большой специализированный комплекс в Украине и один из самых больших в мире. 8 тысяч квадратных метров. Поэтому welcome, если будете в Киеве. Любите ли вы пиво? Давайте. Признавайтесь, кто любит пиво? Ты любишь пиво? Очень. Очень. Хорошо. Я тоже очень люблю пиво. Знаете, как я выбираю пиво? Я не знаю, как вы. Я выбираю пиво очень просто. Я захожу и выбираю, если пиво новое, да, я хочу выбрать что-то новенькое, я смотрю на этикетку в первую очередь. Для меня очень важна этикетка, важен дизайн. И вот какое-то время я подсел на одно пиво, где мне очень нравился дизайн. Реально, я был фанатом этой этикетки. Первый выбор я сделал на основании этого, но я остался фанатом, потому что мне понравился вкус. Вот так выглядят эти баночки. Кто-то узнает их? Ну, похопайте, кто уже покупал такие? Видишь, Женя, ты говорил, что у тебя мало клиентов в Одессе. Я бы хотел пригласить на сцену Евгения Подлестых, основателя компании Underwood, пивоварни Underwood и основателя контейнер-бар. Жень, привет. Твой кликер. Нажимай вперед. И вся сцена твоя. Спасибо. Всем привет. Да. Очень приятно видеть, сколько вас здесь сегодня, класс. Меня зовут Женя, я основатель пивоварни Underwood Brewery из города Киева. И сегодня я хочу вам представить свой новый проект, проект-контейнер. Это бар-магазин крафтового пива у дома. Несколько новый формат для Украины, который, надеюсь, вас заинтересует. Что такое крафтовое пиво, да, для тех, кто, возможно, мало еще знает об этом продукте. Уже в каждом регионе Украины существуют маленькие пивоварни, которые делают высококачественный продукт с очень интересными вкусами, отличающимися дизайнами и с какими-то локальными концепциями, в которых есть конкретные люди, которые отвечают своим именем за этот продукт. И вот они пытаются делать так называемую крафтовую революцию. Что это такое? Мы переключаем людей, потребителей пива с потреблением массовых брендов на потребление пива от маленьких локальных пивоварин из этого конкретного региона. Это, собственно, и есть крафтовая революция. Этот продукт лучше, он вкуснее, он интереснее. И на самом деле Украина является, скажем так, зерновой страной. Потребление пива для нас традиционно. И тренды в поведении молодежи говорят о том, что все-таки молодые люди более тяготеют к потреблению слабоалкогольных продуктов, нежели крепких. Собственно, на этом и основана идея контейнера как место, в котором можно знакомиться, пробовать и наслаждаться этим продуктом. Что это такое? Потребитель, он чего хочет от пива? Он хочет, чтобы в одном месте был большой выбор продукта, который его интересует, и чтобы он был максимально свежий и подан лучшим образом. Именно этот концепт реализует контейнер. Кроме этого, это еще и твоя пивнуха у дома, можно так это назвать. Твой маленький бар-магазин у дома. В чем принципиальное отличие, вы спросите, от магазина пива или почему нельзя пойти в супермаркет или купить пиво? Можно. Но в супермаркете вы всегда будете ограничены в выборе тем ассортиментом, который выбрал супермаркет. В обычном пивном магазине, ну, к ним вообще много есть вопросов, и там не всегда можно посидеть, и не всегда можно поесть. И выбор пива сомнительного качества. Здесь же будет всегда свежее, отобранное, лучшее украинское и импортное пиво. В формате разлива, посидеть, попить, взять с собой, поесть ребер, поесть сосисок. Вот такой вот интересный формат. Аналогов на данный момент не то, что в Украине, а в мире, пока я не видел. То есть есть как бы рестораны пивные, есть пабы. Это чуть-чуть другое. В ресторане вы получаете полный экспириенс по полной ресторанной цене. В контейнере же цена намного ниже, а экспириенс тот же, и пиво абсолютно тоже. Ну, кроме того, этот формат будет совершать вот эту вот крафтовую революцию и предлагать людям начать пить отличное вкусное пиво от маленьких пивоварен, которые находятся в ваших регионах. Я употребляю все как будто в будущем времени, но на самом деле на слайде вы можете увидеть, что два бара в городе Киеве уже работает, и до конца года их будет работать пять штук. Поэтому кто будет в городе Киеве, ищите нас в соцсетях, заходите, приходите, пробуйте. И ищите помещение, потому что что? Потому что скоро старт продажи франшизы. Да, в ноябре 2021 года, сейчас преданонс, Underwood, контейнер, бренды, которые объединяются вместе для того, чтобы создать крафтовую революцию, друзья. Присоединяйтесь к крафтовой революции. Жень, спасибо тебе большое. Спасибо. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Мы снова поговорим про орбиты, про планеты. У нас постоянно что-то вокруг нас вращается, да? Вот, и я был фанатом одного бренда, и потом нам предложили сделать франшизу этого бренда. Это планет кино? Давайте похлопаем. Кто был в планете кино? Похлопайте еще больше. Ну скажите, что это лучший кинотеатр в Украине. Кто согласен? Это настоящий love mark. Это бренд, в который сначала влюбляешься, и потом ты всем рекомендуешь. Это что-то? Не что-то. О, что-то. Когда мы с ними начали работать, мы увидели вот этот вот их, ну не слоган, это действительно их черта, что они первые по упортости. И мы такие сначала очень странно к этому относились, типа, ну что это за слово такое, да? Почему упортость? Но когда мы начали с ними работать, мы поняли, они реально упоротые. Это упоротая команда профессионалов. Упоротость в хорошем смысле. Упоротость в том, что они обращают внимание на детали. Если были в планете кино, вы понимаете, о чем идет вещь. Там кайфушка на каждом шагу, там корзиночки маленькие, там попкорнчик вкусный, там зал потрясающий. Кто был в релюксе, я стал фанатом, я стал ходить только в релюкс. Вот. Ну и так далее. То есть они действительно большие молодцы. Это, кстати, не самая большая сеть в Украине, пока что. Но они вторые по количеству экранов. И это действительно может стать их фактором успеха и должно стать. И мы надеемся, что благодаря франшизе у них получится, во-первых, получить лидерство в ниши, а также выйти, возможно, в другие страны, покорить другие планеты. Сегодня они занимают 20% рынка. У них 9 кинотеатров. Есть и в Одессе, кстати. Есть очень большая база лояльных клиентов. Я один из них. Я уже сказал, больших фанатов. Это, кстати, на самом деле франшиза, мне кажется, обязательно должна быть для фанатов. Сначала нужно полюбить планету кино, и только потом можно претендовать на покупку франшизы. Сначала, как я сказал, в планах Украина, но потом весь мир, и, возможно, не только. Вы знаете, куда двигаются технологии, поэтому в конце концов мы можем увидеть планету кино где-нибудь на Луне или на Марсе. Детальная информация будет на сайте. Мы сделали классный лендинг. Вот кусочки его вы видите на экране. У вас будет ссылка на него. Посмотрите, поизучайте, и будем рады видеть вас среди партнеров планеты кино. Двигаемся дальше. Все узнают этот глазик, этот цвет. Он называется, кстати, «Маджента», как мне сказал представитель компании. «Маджента» — это очень круто. Это не просто розовое, это именно «Маджента». Будынок Игрышек, друзья, давайте поаплодируем. Франшиза, которая анонсируется и запускается именно сегодня на сцене, я хотел бы пригласить Вадима Хоменко, члена наблюдательного совета «Будынка Игрышек». Вадим, welcome. Спасибо, Рома. Рома нас запросил взагалі розповісти про нашу формулу росту. Вот, а тому буду вам розповідати від нашого рожевого, самовідомого для ваших дітей улюбленого бренда, «Будынка Игрышек». Наша формула росту, можливо, така сама, як у всіх, але спочатку, ну, скажу так, не оригінальна, але ви ж знаете, що секрет в деталях. Тому спочну про нас трошки. Ви знаєте, що ми найбільша мережа в країні, нам більше 20 років, і ми займаємо частку ринку більше 30%. Ми вже п'ять років поспіль є ретейлером року в нашій категорії. Ну, і, в принципі, якщо ви спитаєте, 99% людей, вони знають про нашу компанію, про те, що ми робимо. Я хочу показати те, що ми дуже швидко зростаємо, відповідно, зараз маємо 63 магазини, у нас є різні магазини, від 200 метрів до півтори тисячі метрів. Зараз у нас є активний асортимент біля 30 тисяч SkyU, але найважливіше, що варто сказати, що для нас це не лише бізнес, для нас це важлива місія, для мене особисто, для нашої команди. Ми робимо батьків героями для дітей, це допомагає нам залишатися такими вже мотивованими та успішними протягом вже, як я казав, 20 років. Як ми це робимо? Пропонуємо широкий вибір іграшок, трендових іграшок, перше приносимо тренди та робимо сервіс вищої очікування. Ми вважаємо, що для того, щоб показати екстенсивний рост, треба гарно підготуватись. І наша формула наступна. Спочатку ми дизайнуємо рост, тобто стратегуємо, думаємо, як це зробити. Я зараз так скажу, в яких напрямках ми це мислимо. Друге, ми створюємо умову для росту. Це неважливіша історія, тому що, ви знаєте, цей айсберг, всі бачать успіх, а все, що відбувається під водою, ніхто не бачить, але в цьому і весь секрет. Тобто ми створюємо умову для росту, ну і потім керуємо ростом. Що таке дизайн росту? Ми, звичай, дивимося на чотири вектори росту. Це асортимент формат, це те, що бачить клієнт для того, щоб існуючого клієнта задовольнити більше, продавати більше і робити його більш задоволеним. Друге, ми дивимося на канали, це там дистрибюція кількості магазинів, кількості точок. Третє, це сервіси та нові які з бізнес-идеї, які дозволять в рамках нашої місії створити ще додаткову цінність. Ну і четверте, це якісь сатеричні партнерства, які дозволяють нам синергетично рости. Другий етап – це створення умов, найважливіший етап. Тут ми хочемо окремити три речі. Перше – це ліквідність та фінансове становище. Ми розвиваємось дуже гармонічно, ми не робимо різких кроків, тому що країна у нас, на жаль, така складна з точки зоробізнесу, девальвації, криза, мало підтримки з боку держави, тому розраховуємо лише на себе. Друга штука – організаційна структура має змінюватись з ростом компаній. Ви знаєте, що кожні, коли у тебе штат збільшиться в три рази, у тебе всі бізнес-процеси, по суті, мають змінитися. І тут треба не забувати, що, наприклад, коли стартує франшиза, чи будуть якісь такі екстенсивні ініціативи, франшизний систем має бути до цього готовий. Встані – це технології, про них вже сьогодні казали. Звичайно, ми теж технологічна компанія, у нас є там дуже багато своїх наробок, велика команда. Окей, тепер як ми керуємо, в принципі, ростом? У нас є стратегічні ініціативи і є бізнес-с-южуал, тобто те, що ми робимо кожен день, у нас є кросфункціональна команда, є продуктовий підхід, ми тестуємо гіпотезу, якщо гіпотеза успішна, ми її масштабуємо, і вона стає бізнес-с-южуал. Бізнес-с-южуал має кучу метрик, ми бачимо, чи метрики виконуються, чи показники досягаються, і відповідно, яким чином, ростемо. Потім нова ініціатива, і вона стає бізнес-с-южуал. І так, ітерація за ітерацією, і в цілому, знаєте, в рітейлі зараз такий великий дисрапшен відбувається, спочатку була криза, потім з'явився і комерс, там Амазон, Резетка в нас, зараз у нас пандемія. Під час цих всіх трансформацій ми ростемо, залишаємося найбільшою кампанією, у нас є найбільший трафік в категорії сайт, омніканальні процеси, і ми почуваємося достатньо комфортно, незважаючи на всі ці турбулентності, тому що ми робимо домашню роботу і готуємось до можливих таких сценаріїв. Що всім раджу робити? Що важливо ще сказати, хоч і наприкінці, можливо, це має бути перший слайд, що досягнути цих результатів без принципів, звичайно, неможливо. Наші принципи наступні – знати клієнта, пам'ятайте, що рітейл – це деталі, перевершити очікування, ростити свою команду, рости разом з командою, ну і, звичайно, будувати такий бізнес, який буде більшим, ніж ми, і, ну, дай Бог, переживе нас всіх, і буде нести нашу місію поза горизонтами нашого існування на цій планеті. І останній слайд, наближаючись до анонсменту, про який Рома вже казав. В наступному році ми хочемо розширити нашу присутність, ми хочемо, щоб більша кількість українців мала доступ до якісних іграшок, до самих класних іграшок в світі. Ми хочемо, щоб наш сайт продовжував такий же екстенсивний рост, ми хочемо, щоб з'явилась когорта підприємців, які приєднаються до нашої місії. Ми отримали вже дуже багато запитів протягом останніх двох років на відкриття франшиз. Ми довго до цього готувалися, і ми запустимо франшизу в цьому році. Ми запустимо лише два або три магазини, ми будемо дуже ретельно відбирати наших партнерів, тому що нам потрібні однодумці, а екстенсивний рост вже почнється в наступному році. Ну і сподіваюся, все вийде. Так, поехали дальше. Так, какая самая популярна, две самые популярные кухни в мире? Знаете ответ? Ну давайте подумаем. Что? Китайская кухня. Так, тайская, тайская, китайская. Італия, Італия, Іяпонія, конечно же, Італия і Японія. Вместе что это? Мафія, друзі. На самом деле франшиза-то у мафії вже є. Ми її зробили в 2060 році, це один із наших любимих клиентів, с которими вже багато років. Але сьогодні то, що буде відбуватись з сьогоднішнього дня, це анонс полной перезагрузки франшизи. Она меняется, она становится лучше, она становится разнообразней в плане бизнес-моделей. Я бы хотел пригласить на сцену, конечно же, основателя сети Тараса Середюка, но мы не успели поменять слайд. Тарас, к сожалению, не сможет присутствовать. Вместо него будет Сергей Рудич. Здравствуйте. Сергей. Сергей очень похож на Тараса, поэтому, в общем-то, да. Все, welcome. Меня зовут Рудич Сергей, я директор по франчайзингу. В холдинг наш входит более 40 ресторанов, «Мафия», «Джорджия», «Каста». И есть еще премиум-сегмент наших ресторанов – это «Бао и нам». Основной бренд – это «Мафия». Мы понимаем, что у нас доля рынка где-то 3-5%, и мы полтора миллиона клиентов в 2021 году получили. Мы сделали 4 формата. Первый формат – мы запускаем только «Дарк Китчен». «Дарк Китчен» – мы говорим о том, что это темная кухня. В темной кухне мы готовим блюда только для доставки. То есть там нет зала, и мы не сможем там обслуживать гостей. Но в этом есть и большие плюсы. Почему? Потому что помещения, которые мы можем брать, они там около 100-150 квадратов. Соответственно, и инвестиций на открытие этого проекта будет гораздо меньше. Следующий формат, который я хотел бы представить – это тот же «Дарк Китчен», но уже с небольшим залом. Помещение, которое мы можем взять, немножечко больше. Зал рассчитывается на посадок 30-50, может быть, 70. У нас есть такой проект, сейчас мы его запускаем в Киеве. И мы запускаем небольшой ресторан, он будет в 170 квадратов. Мы там сделаем без кухни. У нас будет только суши-бар и пиццы-бар. Соответственно, те кухни, которые самые популярные. Следующий – это ресторан полного цикла. Ну, наверное, все были в мафии и понимают, что такое ресторан полного цикла. Полный цикл – это когда ресторан работает не только днем, он работает ночью, и плюс он еще работает на доставку. В тот момент, когда люди спят у нас в караоке, люди отдыхают, расслабляются, зарабатывают позитивные какие-то эмоции, соответственно, ресторан зарабатывает деньги. Следующий – это один из новых форматов. Это магазин у дома, как уже говорили, некоторые открывают. Мы хотим, чтобы продавались продукты ready to eat и ready to cook. Соответственно, люди, которые живут возле ресторана, они могут и готовить полуфабрикаты, которые куплены у нас в магазинах. Вы знаете, месяц назад я приехал в Одессу вот в таком виде примерно. У меня были черные ногти. Я не знал, если честно, чего ожидать. Мне было немножко страшно. А что происходило на самом деле? Мы за день до этого, ну, или там за пару дней до этого, мы записывали сюжет с нашим клиентом одним. И я решил, ну, я вообще многое тестирую на себе. Вот я планету, кино сначала долго посещал, потом мы сделали франшизу. Я вот здесь решил, что нужно проверить все на себе. Никогда, если честно, не красил ногти вообще ни в какие цвета. А тут я решил, ну, надо в черные обязательно. Я уверен, что бренд, о котором пойдет дальше речь, вы все прекрасно знаете. Субтитры сделал DimaTorzok Я хочу пригласить на сцену Елену Григорович, топ-менеджера Кади Профессионал. Елена, сцена ваша. Погромче, пожалуйста. Я хочу услышать, как вы встречаете Кади. Друзья, всем добрый вечер. Я очень рада на самом деле сейчас находиться здесь. И в этот одноминутный ролик мы попытались сложить ту маленькую историю о развитии нашего бренда. Меня зовут Елена Григорович. И, честно признаться, это мое первое публичное выступление. И я немножечко переживаю и даже боюсь. Спасибо. Я в компании Кади работаю уже более 15 лет. Нахожусь от самого истока этой компании. И на данный момент я еще и основательница и идеолог бьюти студии Кади Профессионал. И в первую очередь хочу сказать, что наш бренд Кади Профессионал – это доверие. И сегодня о нем я хочу говорить в цифрах. Итак, этот бренд на рынке находится уже 15 лет и завоевал свое доверие в более чем 163 страны мира. Примерное количество, но 50 тысяч салонов, бьюти салонов выбирают именно наш бренд. Это 6 тысяч SKU. В 7 странах мира находятся наши учебные центры. И 4 из 5 салонов выбирают и используют наш бренд. В 2020 году мы получили премию номер 1 в номинации «Гель-лаки и средства для маникюра». Как я уже сказала, с брендом я работаю уже очень давно. За этот период у меня была возможность посещать очень большое количество выставок, бьюти-фестивалей. Общалась с огромнейшим количеством салонов. И у меня все это время возникало желание открыть то идеальное бьюти-пространство, где будут создаваться прекрасные условия и, соответственно, результаты по работам в бьюти. И что же такое бьюти-салон? Это 20 топ-мастеров. Это 320 услуг в 9 направлениях. На данный момент моя студия – это 350 квадратных метров. Наш НПС 9,5. И, конечно, за такой короткий период нам удалось достичь довольно-таки хороших результатов. И было принято решение все это начинать упаковывать и масштабировать наш бизнес. И сегодня я хочу объявить, что мы запускаем проект франшизы на бьюти-студии Коди Профессионал. Что же мы предлагаем? Во-первых, это международный бренд, которому доверяют. Это прямые поставки продукции от самого производителя. Это обучение персонала. Одна из самых главных болей в бьюти-индустрии – это найти того самого классного мастера, который будет предоставлять идеальную работу. Но это сложно, это действительно так, поэтому мы предоставляем ту возможность, когда мы обучаем персонал, мы повышаем его квалификацию, и, соответственно, мы помогаем найти того мастера. Это in-house маркетинг внутри компании. Уникальный формат 3 в 1, то есть это когда салон, это когда точка самовывоза и витрина. И автоматизация бизнес-салона. Поскольку очень много услуг, это 320 услуг, мы предлагаем нашим будущим партнерам сделать формат адаптивный. То есть наш франчези, у него будет возможность выбрать именно ту услугу, те услуги под свой формат, которые ему будут самыми выгодными. И, конечно же, это европейское качество, качество которому доверяют. В принципе, у меня все. Роман, я очень хочу вас поблагодарить за такую прекрасную атмосферу, которую вы здесь создали. Давайте протестируем, как много людей сейчас не просто знают бренд Коди. У кого сейчас на руках Коди? Серьезно? Серьезно? Здравствуйте, я вас узнала. Очень приятно. У меня тоже был, как я показывал, но я пока не подсел. Но я думаю, что мы еще все это исправим. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вашей команде. Все очень круто было. Вам удачи. Деловой сезон только начинается. Начало осени. Нас ждет большие еще открытия в будущем. Несколько коротких анонсов я хочу сделать прямо сейчас. Мама Готувала. Магазин полуфабрикатов, который планирует составить достойную конкуренцию другим брендам. Это компания, которая делает большую ставку на качество, на сервис, на дизайн. Поэтому обратите внимание, очень скоро информация о франшизе будет доступна. Чизкейк-баскет. Баскет-чизкейк. Если кто-то пробовал баскет-чизкейк, это такая невероятная штука. Если вы один раз ее попробуете, то я вам гарантирую, вы не сможете больше обходиться. Это очень вкусная штука. Мы делаем франшизу. Вы знаете, это очень интересный формат. Я ее называю франшиза окна. Ну то есть, на самом деле, что происходит? Вот в Киеве есть ресторан Биф. И вот в пандемию, в 2020, в ноябре, еще меньше года назад, они открыли в своем существующем ресторане окно. И начали продавать там чизкейки. Баскет-чизкейки. Такой специальный чизкейк. Очень вкусный, очень сливочный. Просто потрясающе. Обязательно, если будете в Киеве, зайдите на Шитару Ставели. И Херис. Все. Ну там есть, конечно, еще и кофе, но для тех, кто не пьет алкоголь. Но это очень крутой формат. Франшиза будет скоро очень доступна на рынке. Скинфейс индустрия, заботы о лице только начинают развиваться. Многие об этом не знают даже еще в формате, но он активно развивается на Западе и уже представлен в Украине. Один из брендов, скульптор, это Киевский салон. Мы им сделали франшизу, она уже доступна на рынке. Обратите внимание, очень интересный. Бизнес, но при этом и очень системный. То есть это именно бизнес. То есть мы в принципе говорим, что вы будете получать, конечно же, удовольствие от работы с клиентами, с продуктами, с бьюти-индустрией, но вы еще будете зарабатывать на это деньги. Поэтому обратите внимание, массаж лица, новая совершенно услуга, которая начинает бурно развиваться. Вы не поверите, как быстро она будет расти, эта индустрия в Украине. Еще несколько проектов. Это уже, кстати, наш одесский клиент, доктор-треологист. Я до сих пор не очень уверенно выговариваю это название. Но это все, что посвящено работы с волосами. Обратите внимание, крутой сервис, подробная информация, расчеты, презентация, все будет доступно по ссылочке. Ну и этот бренд уже был сегодня на сцене, алхимия стихии. Это центр восстановления здоровья с новым инновационным подходом. Знаете, как потерять 100 тысяч долларов? Это вложить деньги в бизнес, даже не проверив его. На самом деле люди реально теряют деньги, открывая типа франшизы. Потому что на самом деле в Украине сказать, что у тебя есть франшиза, ничего не стоит. Ты можешь просто это сказать. Мы очень давно думали о том, чтобы начать помогать развивать этот рынок, именно покупке франшизы. И мы решили вернуть эту услугу. Это сертификация франшиз и подбор, и анализ франшиз. То есть если есть в зале люди, которые пришли сюда выбрать бизнес, и хотят не рисковать потери 100 или 50, даже тысяч долларов, то я вам рекомендую воспользоваться этим сервисом. Он будет достаточно доступный, и он будет абсолютно прозрачный и честный. То есть наша репутация здесь для нас в первую очередь. Мы будем гарантировать своим брендам, своим авторитетам, своей экспертизой то, что все франшизы, которые пройдут через сертификацию нашу внутреннюю или те франшизы, которые мы поможем подобрать, если вы хотите ее купить, эта рекомендация точно заслуживает внимания. Я бы хотел пригласить на сцену основателя бренда Fox Lingerie, Артем Гензель. Артем, долго. Всем привет. Меня зовут Артем Гензель. Я властник бренду Fox Lingerie. Я понимаю, что уже много было спикеров, все втомились, скоро обед. Поэтому мой выступ сейчас конкурует с экраном вашего айфона. Я буду пытаться выиграть эту конкуренцию, тем более он не последний. Думаю, это будет интересно. Почнемо с того, что я вам расскажу, как продать инстаграм франшизу. А точнее, как продать инстаграм франшизу и не допустить всех факапов, которые мы за эти годы допустили, скажем так. Почнемо с того, что такое Fox Lingerie. Fox Lingerie – это украинский бренд сучасной и элегантной женой бизнес. И наша компания занимается тем, что от идеи, дизайну, разработки, виробництва, продажей и так далее, все контролируется нами и здействуется нами на всех этапах. Поэтому это такой замкнутый цикл повного виробництва. Шесть лет назад моя дружина сказала, что давайте будем шить и продать билизну в инстаграме. На что я ответил, как праведущий человек, кто будет купить левчик в инстаграме, лягай спать. Поэтому после этих слов я всегда ей дякую, что она меня не слушается. И все-таки мы имеем семейный бизнес, который сейчас даёт возможность рассказать вам цикави кейсы. Fox Lingerie – это эффективный инстаграм в Украине среди жіночей билизни. Если говорить про лайки, подписчики, комментариев, охваты и так далее, мы это не рахуем. Мы рахуем только продажи. Ваш инстаграм або продает и продает много, або вообще не работает и не продает. Можем 8 магазинов в Украине, в топовых ТРЦ страны. Например, мы размещены в киевском ЦУМ «Украина» и маем там найбільший обсяг продажи. За 2021 год мы открыли шесть новых франшиз в шести странах света, среди таких как США, Дубай, Эмираты и Азербайджан. Как мы пришли до этого, как мы взагалі пришли до франшиз, какие были напрямки развития нашей компании и так далее. В ковидный рік, в 2021 локдаун, когда наши магазины в ТРЦ уже были закрыты, а Инстаграм приносил тройные прибутки, мы задумывали, что делать дальше. И вариантов было не так много. Например, кредитирование. Вы когда-нибудь заходили в банк и просили кредит для бизнеса под залог Инстаграма? Зайдите, это очень цикало, особо в вашем счете. Далее, продать частку. Ну, как вам сказать, это наши коровы, мы ее доим, потому что это была не наша история. Фондовый рынок в Украине – это миф, не буду задерживаться. Франшиза. Залишилась лише франшиза. Можу только сказать овации, похлопайте франши, они краще в Украине. Они также в первый локдаун не знали, что делать, как и нам. И поэтому мы за 2020 год спальными с усилями написали франшизу. Но теперь, уважа, мы за 2020 год, ковидный, написали франшизу про открытие роздребной офлайн-точки магазина «Жиночьи белизни». А потом был карантин вихедного дня. А потом был снова локдаун. Ну, кто ее купит, правда? Поэтому мы начали прослать франшизу, и за пару месяцев все равно были дзвенки, все равно были заявки, особенно за кордоном. И випадково, подчас спілкувания с одним из наших клиентов из Штатов, пришла идея. А почему бы не продать онлайн-франшизу? Мы все шукаем клиентов уже для франшизы «Бизнеса Кул», которые знают все, как конкурировать, как инвестировать и так далее. А насправді, большинство наших заявок – это просто початки. И они хотят, чтобы их, как маленьких детей, взяли за ручку и провели через все перешкоди, все ступени росту разом с нами. И на основе этого мы просто взяли и запаковали в франшизу «Франша» еще один вариант – онлайн-напрямок. Тобто, те, з чого ми виросли самі, те, де ми маємо максимальну експертизу, те, що дає швидко, легко розвиватися. И мы написали онлайн-франшизу, которая включает все диджитальные каналы росту на территории іншої країни. Зменшились инвестиції. Згодьтеся, что спочатку выкинути за франшизу 50 тысяч – это одна история, а когда ты выкидаешь 7 тысяч – это совсем другая история. Лоу-кост, оренда, зарплати, все другие витрати, они каждый месяц проходят 1 числа. А продажи могут не идти. Особливо великие продажи могут не идти. Если мы говорим про открытие роздребного магазина в ТРЦ, то это вообще космическая аренда, космическая зарплата и так далее. В нашем случае с онлайн-франшизой мы предлагаем быстро развиваться диджитальные каналы, такие как сайт Инстаграм, и в течение двух недель уже начинать заработать, начинать продавать, мы имеем великий экспертизу в цьому, полпредрядників, все это швидко разворачиваем. Если сравнивать это с офлайн-франшизой, вы только ремонт будете месяц делать. Трошки про профит. Когда тебе каждого первого часа приходят рахунки за оренду в ТРЦ, а в тебе продажи еще не идут, а потом в следующем месяце все повторяется, это демотивирует. И в нашем случае онлайн-канал даёт ту ступень відчуття, что ты можешь пройти этот этап, есть продажи и так далее. И мы имеем успешный кейс и вируем в то, что таки может быть, когда клиент из онлайн-каналу, из одной онлайн-франшизы, переходит в офлайн-франшизу. И у нас такой кейс есть. Наша партнерка из Дубай за три месяца, працючи на онлайн-напрямку, с онлайн-франшизой, уже открыла в ТРЦ в Дубай магазин. Что мы надаём нашему клиенту? Ну, товар вы уже бачите, да? Ну, подрядники. У всех есть айтішники. Всі ними довольны. Ну, от мы даём наших, они более-менш нормальны. Продажи. Мы даём всі скрипти продаж, навчаем персоналу, рассказуем всі лайфхаки, как продать. Как продать наш товар, как продать в Инстаграме и как продать на их ринке. Асортимент. Мы помогаем разобраться с асортиментом на каждом ринке, что лучше, что гирше, какие размеры подобрать и так далее. Чтобы это были оптимальными поставками и так далее. Контент. Відверто скажу, мы инвестуем в контент десятки тысяч долларов, и оно того вартое, и это безкоштовно отримает наш франшиз. Логистика. Допомагаемо всими видами логистики. И клиенты. Например, онлайн-франшиза из Дубаи мает всех клиентов, которые обратятся до материнского сайта или до материнского Инстаграма. Щодо купивания клиентов мы всех клиентов передаем нашему франшизу. У нас, в принципе, все. Я верю в гибридную модель, тобто поединение онлайна и офлайна. Мы все станем омниканальными, доходности, конечно, то есть бизнес должен зарабатывать деньги, на это тоже надо обратить внимание. И есть фактор времени, то есть сколько времени вы готовы уделять своему бизнесу. Во всех классических моделях франшиз, то есть когда вы покупаете бизнес, вы вкладываете свои деньги, вы сами там работаете, эти роли распределяются следующим образом. Риск, конечно же, максимальный, потому что вы полностью берете на себя ответственность, потому что вы занимаетесь управлением. Доход, конечно же, тоже максимальный по сравнению с другими моделями, которые я покажу. То есть вы получаете, в общем-то, все деньги практически, которые вы зарабатываете. Ну и тратьте на это, разумеется, большую часть своего времени, потому что, по сути, классическая франшиза, активная, скажем так, франшиза, это покупка себе работы, это про самозанятость. Но есть и другие модели. О них очень часто не говорят, их довольно мало, но они есть. Это новый растущий тренд на рынке, на самом деле. Есть управленческие модели франшиз. То есть когда вы, по сути, инвестор, вкладываете деньги, а компания, которая предлагает франшизу, она занимается управлением этой точкой, то есть вы операционкой не занимаетесь. И в таком случае параметры распределяются следующим образом. То есть риском где-то посередине, вы все равно берете на себя обязательства, на вас, возможно, оформляются сотрудники, вы, возможно, берете на себя, это зависит от условий франшизы, аренду, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы полностью не избегаете рисков. И это находится где-то посередине. Доход тоже в целом он средний, он меньше, чем если бы вы работали, разумеется, потому что компания забирает часть этого дохода, потому что она управляет. Ну и время вы тратите на это меньше, существенно меньше, но все-таки оно требуется, потому что вам нужно вникать в отчетность, вам нужно там возможно посещать эту точку, возможно некоторые модели предлагают какое-то участие в части операционной работы. Ну и есть совершенно новая история, это инвестиционная франшиза, вы выступаете в качестве инвестора, конечно же вы рискуете минимально, потому что вы полностью весь риск передаете компании, которая эту модель вам предлагает. Доход получаете меньше, потому что все-таки всегда есть баланс риска и доходности, то есть чем меньше вы рискуете, тем меньше вы получаете, это нормально, то есть нельзя получить гарантированно очень большие проценты. Ну и времени вы тратите на это, конечно, существенно-существенно меньше, то есть вы можете загорать где-нибудь там на Бали и в общем-то получать свои дивиденды. И в общем-то сейчас на рынке Украины работают вот все три эти модели, ну как выглядит это распределение, какая конкуренция на рынке с точки зрения этих моделей. Во-первых, классические модели франшизы, их достаточно много, их больше 700 сейчас на рынке Украины, а вот управленческих и тем более инвестиционных их сильно-сильно меньше, их где-то около 10 всего лишь. То есть вы понимаете, что если вы сейчас стартуете бизнес по модели управленческой или инвестиционной, то вы получаете существенное преимущество еще в плане конкурентности. То есть сейчас практически на рынке кейсов и нету. Но какие есть все-таки. Во-первых, это Optica First, наш клиент. Недавно он открыл 170-ю оптику, стартовал 7 марта 2020. Получается за полтора года он открыл практически 170 этих оптик. О них написали недавно в Forbes, в последнем выпуске, можете почитать. Вадим Шичко попал в Forbes со своим кейсом. У него именно пассивная модель, то есть управленческая модель франшизы. Мастер Бургер. Сегодня мы будем еще о них говорить. Компания тоже, наш клиент, тоже работает по этой модели. Планета Кино, кстати. Не обязательно вы должны управлять кинотеатром, вы можете взять, покупить ее управленческую модель. Монопицца. Алекс Яновский сегодня тоже будет с нами. Смарт Эс, наш любимый клиент, Виктор Гущенко, сегодня будет выступать. Смарт Эс – это фитнес-клуб, который основал Дмитрий Дуберет и Екатерина Кузьменко. Это Мафия. Там также есть возможность работать по управленческой модели. Есть фишки кофе, есть IQ Food Group. Кстати, это наши большие друзья. Мы с ними стартовали, когда у них была одна пекарня. Это в первую очередь пекарня, их больше ста уже. Это такой инновационный формат, то есть это магазин, где можно и поесть, и можно, в общем-то, забрать с собой, то есть take away. IQ Pizza – новый проект от IQ Food Group, 60 пиццерий. Это тоже достаточно весомый игрок на рынке управленческие модели. Кстати, как они обращают внимание на разницу между активной и пассивной франшизой? То есть если вы открываете пекарню или пиццерию, занимаетесь этим всем сами, то вы тратите на это 6 дней в неделю и 12 часов в день. То есть, как я говорил, это вы покупаете себе работу. В случае с пассивной моделью франшизы вы тратите 3 часа в месяц. Вы как инвестор. То есть вы тратите на изучение материалов, отчетности и так далее. То есть вопрос не только в деньгах, вопрос в том, сколько времени вы готовы тратить на ведение этого бизнеса. У них есть достижения, они не закрыли ни одну точку во время локдауна. Это действительно невероятный показатель, потому что 30% рынка, в общем-то, смыло буквально вот этой вот волной пандемии. У них средний чек достаточно низкий, ну а сам рынок доставки, он растет невероятными темпами и к 2030-му обещается рост до 50%. Но мы двигаемся дальше. Мы не закончили с управленческими моделями франшиз. Мы очень долго думали над тем, что мы как франч, мы как компания можем сыграть решающую роль в появлении большого количества выгодных, менее рискованных предложений на рынке покупки и продажи бизнеса. То есть на рынке франчайзинга. Мы очень долго искали, кто может сопровождать, помогать нам быть на этом рынке, скажем так, кто обладает наилучшей экспертизой в инвестициях, в привлечении инвесторов. И мы нашли одну такую компанию, точнее даже это не компания, а по сути комьюнити, это Укринвест Клуб. И мы с ними сегодня объявляем о создании такой коллаборации, такого стратегического партнерства, потому что мы лучшие в создании франшиз, а не лучшие в привлечении инвестиций в малый бизнес. Я бы хотел пригласить на сцену Дмитрия Карпиловского, сооснователем Укринвест Клуба. Привет! Я не знаю, многие, наверное, нас знают только как YouTube-канал, потому что это, наверное, одно из наших самых сильных таких медийных проявлений. Но если смотреть на цифры и на то, чем мы занимаемся, то сегодня у нас там больше 40 человек команды. И самое уникальное, что мы делаем в Украине, это мы привлекаем деньги в малый бизнес. Малый бизнес обычно говорит, я очень хочу расти, но реалии тяжелые. Все ссылаются на какие-то мифы, 90-е, все плохо, тяжело вести бизнес, невозможно масштабироваться. Но объясняют это все по-разному. Кто-то говорит, мы не справляемся с управлением. И это, наверное, одни из самых честных компаний. Другие говорят, мы молодцы, просто рынка больше нет. Уже все, кто могли, стали нашими клиентами. И третья когорта компаний говорят, по сути, мы знаем, что делать. У нас есть люди, мы научились управлять, мы научились масштабироваться. Но денег нет. Нет кредитов от банков, нет того, нет всего. И здесь, казалось бы, уже в рынке есть инструментарии, которые позволяют эту проблему решать. Деньги найти сегодня в мире, где огромное количество денег печатается, где огромное количество денег на руках у населения, где депозиты ничего не приносят, а недвижимость перестала быть интересным, деньги перестали быть ключевой проблемой. Но как достучаться до людей, у которых они есть, и объяснить их, что эти деньги нужно отдать именно вам. Проблему управления нельзя решить управленческой франшизой или инвестиционной моделью. Вы, если не умеете управлять своим бизнесом, у вас неэффективные процессы, с этим мы помочь не сможем. Если рынка больше нет и новые точки открывать негде, у вас нет хороших локаций, нет эффективных возможностей, с этим, боюсь, мы тоже не сможем помочь. А вот с вопросом найти инвестора, который в вас поверит, который по-настоящему оценит весь ваш предыдущий опыт, наработанные механики, связи, локации, бизнес-модель и так далее, с этим мы помочь можем. В то время, как банки, тут я соглашусь с Ромой, практически в Украине не кредитуют малый бизнес, и развиваться на кредитные средства было бы большой проблемой, у нас эффективно получается снабжать бизнес деньгами. Нам всего полтора года. Мы открылись за месяц до первого локдауна. Это было, наверное, самое неудачное возможное время для инвестиционного клуба. И тем не менее, более тысячи инвесторов проинвестировали вместе с нами. Мы профинансировали 64 украинских бизнеса и разместили там совокупно более 25 миллионов долларов. По украинским меркам это просто фантастические цифры. При этом мы специализируемся… Я считаю, что нужно похлопать. 25 миллионов за полтора года ребята из Ютуба. Просто, практически. Yes. И при этом нужно сказать, что мы как раз работали в формате управленческих франшиз и инвестиционных моделей. Мы сами открывали собственные пиццерии, собственные магазины оптики, собственные магазины одежды и поработали практически со всеми перечисленными Ромой франшизами в виде инвестора, разобрались, что работает, что не работает и научились объяснять инвестору в формате массовых коммуникаций, что такое хорошо и что такое плохо в пассивных франшизах и в пассивных инвестициях. Этому инвестору нужно не так много. Ему не нужна заоблачная доходность. Многим будет достаточно 15% годовых, кто-то более жадный и захочет 25 или 30. Но это цифры абсолютно подъемные для украинского малого бизнеса. И вот мы увидели в этом большую миссию стать тем проводником, который соединяет бизнес и инвестора. Наша платформа по сути сегодня становится номер один работодателем для денег украинцев, потому что мы искренне верим, что деньги должны работать на своих собственников. Мы в этом смысле не очень любим активные франшизы или какое-то активное вовлечение в бизнес. Мы считаем, что инвестор никогда не будет обладать достаточной компетенцией, достаточным вниманием и достаточным количеством времени, чтобы быть эффективным управляющим. Наша задача найти те компании, которые научились быть эффективными. И вот, например, один из наших кейсов. С Вадимом, про которого тоже говорил Рома, с Вадимом Щечко мы познакомились, когда в сети она перевалила за первый десяток магазинов. И мы понимали, у ребят есть опыт, у ребят есть управленческая компетенция, есть отточенная модель, выбран понятный ассортимент, есть математика. Математика подкрепляется, процессы повторяемы, нужно только об этом правильно рассказать. И мы поехали, посмотрели, рассказали, отсняли видеоматериалы, научились автоматизировать коммуникации, строить воронки, чтобы на каждого инвестора, человек, который продает франшизу, не тратил 20-30 часов личных коммуникаций, а потратил час. Потратил один раз пару дней, чтобы мы его упаковали, но потом тратил минимум времени, потому что у него огромные, подробные, очень человекопонятные и визуально привлекательные материалы. И это дало свои плоды. Из Укринвест-клуба более 80 человек, наших участников, действующих инвесторов, решило открыть себе магазин. Совокупно, вместе с нашим личным, мы открыли на сегодня уже более 105 или 106 магазинов, и суммарно количество этих инвестиций перевалило за 4 миллиона долларов. И это кейс, который полностью соответствует нашей достаточно простой инвестиционной философии. Управлять бизнесом должен тот, кто это умеет лучше всех. Заниматься оптимизацией бизнеса должен профессионал, у которого много лет опыта в этой сфере. Он должен честно спрогнозировать, какие результаты может дать инвестору и какая часть этих результатов может быть зафиксирована личными финансовыми гарантиями. У человека, который управляет сетью, должны быть активы, чтобы иметь возможность выполнить эти обязательства, даже если все пройдет не очень хорошо. И тогда инвестор чувствует, что о нем заботится, понимает, что о его безопасности действительно, ну скажем так, его безопасность действительно кого-то интересует, его защитили в достаточной степени, и он выбирает вот этот небольшой риск и небольшое вовлечение, отказываясь от львиной доли прибыли. Но именно это позволяет компании быстро масштабироваться. Собственно, суть нашего такого стратегического партнерства с Франчем именно в том, чтобы взять наш колоссальный опыт привлечения инвестиций, упаковки инвестиционных предложений. Мы крупнейшие медиа в тематике инвестиций в Украине и крупнейший в стране инвестиционный клуб. И соединить это с той глубокой компетенцией в создании франшиз, которая уже есть у Франча. Сделать такой вин-вин, дать рынку возможность находить лучшее из лучшего и это финансировать. А, прошу прощения. Классный слайд. Не сказать, что мы очень долго провели какие-то часы переговоров. Просто потому, что у нас абсолютно вин-вин история. Мы погружаемся в бизнес, мы помогаем найти ту суть, которая позволит потом ребятам это упаковывать уже медийно и предлагать участникам клуба и не только. А ребята, собственно, занимаются тем, в чем они хороши, в привлечении инвестиций. Поэтому мы создаем, они продают, по сути, привлекают инвестиции. По сути, мы промотируем и строим системы продажи. Вот, поэтому вы еще, я думаю, увидите проекты наши совместные. Их ждет, я уверен, большое будущее. Дим, спасибо тебе большое за визит и классного нам партнерства. Мы уже, в общем-то, практически с этим первым блоком закончили, но у нас есть для вас еще один крутой кейс. Кстати, этот кейс уже, по сути, является нашим общим с ребятами из Украинвест-клуба. Я говорю, конечно же, о мастер-бургере, и я хочу пригласить на сцену Ярослава Проценко и его супругу Ирину Сивко. Иринвест-клубники, мастер-бургер. Сегодня мы расскажем, конечно, про нашу управленческую франшизу и немного расскажем про то, как мы и работаем в том числе. В принципе, молодая мережа. Мы развиваемся сейчас, начали с Киева. До конца года у нас уже будет 9 закладов. И працюет, и добудовывается. Проинвестовано более 2 миллионов долларов. Это, в принципе, не много, но я хочу подкрызнуть, что это, фактически, масштабирование сделано протягом года. Мы продаем не совсем простые бургеры. И вот про идеологию расскажет Ирина трех. Мы хотим трешки изменить идеологию, трешки изменить ринок. Мы есть, что мы едим. Мы единственные на рынке, в кого не заморожено мясо. Это не просто так сделано. Багато рестораторов мне говорят, что у нас классные рестораны, великие, у нас заморожено мясо, это классно. Но это хорошо, это мае быть, это ХАСП. То есть, ХАСП это позволяет. Но как реагирует ваш шлунок на это, это великое вопрос. Поэтому мы единственные, кто у фастфуде с таким объемом, с мясом без заморожки. И единственные, кто смотрит, как этот продукт впливает на травление. Поэтому объединение великой к количества овочей, клетчатки, оно даёт таку синергию, в которой шлунок очень быстро это перетравлюет, не хочется засинать и ценность организма отримает. И принципы, на которых мы базируемся, это безопасность. Это мае быть в первую очередь безопасно. Это мае быть смачно апріори, швидкость и масовость. Пару цифр, которыми мы пишем. Первый – это персонализация клиента. То есть мы идентифицируем каждого, фактически 36-го, зі 100. Для офлайн хорики – это один из лучших показников. Ретеншн – 37% и реально наша гордость – это НПС – 80%. Доставка. Доставка, в принципе, у нас працює уже рік. Організовано максимально профессионально правильно. У нас свой колл-центр, курьеры, скрипты, відділ сервису. Вдділ сервису реально круто працює, потому что мы реально розбираем каждый негативный отгук и не просто там даем какой-то зворотный связок. Мы что-то изменяем в середине. Мы изменяем бизнес-процессы, мы изменяем что-то в работе персонала, мы изменяем в постачальниках или что-то. Ну, в зависимости от отгук. По бизнес-моделям протягом года мы ее отработали. Тобто, в середине мы научились залучать клиентов з онлайн-вартістью, нового клиента вартістью 5 долларов. Из этих клиентов 35% делают в среднем 6 повторных покупок протягом года, средним чеком 11 долларов. Вот такие лише простые четыре цифры позволяют нам зараз будувати план на наступный рейк при активном инвестировании в маркетинг-доставки. И мы планируем протягом наступного года вийти на продажи только доставки на 1 миллион долларов протягом года. Что позволяет нам зараз уже достаточно быстро масштабироваться? Я до цього мав досить великий досвід співпраці з малим и средним бизнесом и бачил очень много помилок сам в масштабировании. Потому что там первый кейс удался и ура, давайте так же далее масштабировать. Мы сделали простые три речи. Побудова управлінської структури, ну, это то, что вы бачите. В принципе, тут немає нічого там неймовірного, да. Едине, что, как это будет побудовано, я уже понимал, когда мы только начинали. Тобто, неможливо побудувати хмарочос, если ты не знаешь, как он будет выглядеть. У меня сейчас, например, маркетинг-директор працюет по тем самым КПИ, который я придумал, еще когда у нас был лишь один заклад. Друге, это система навчания. У нас уже побудована пятиривневая система навчания. На рынке вважается, что Макдональдс лидер саме в навчании. Мы можем похвалиться в том, что мы, в принципе, ну, вважаемо, что у нас уже система не гірша. Тобто, мы можем взять любую-якую людину, фактически, там, студента, з вулицы, не навчаемую, яка навіть еще не працювала, там, с кухнею, да, там, в ресторанном виробнице и так далее. И уже через два тижня он будет працювать хотя бы на четверочку. Для фастфудов это реально важливая история, потому что мы не можем, згідно математики, набирать профессиональных кохарьев або профессиональных официантов. Тому для нас, как раз, система навчания – это прям номер один. И третий важливый нюанс, который мы реализовали, это оцифровка бизнеса. У нас реально, у нас побудована система Power BI, очень детальна аналитика, и это было уже прям с первого заклада. Это как раз с нашей аналитики табличка по РФМ-анализу. То есть мы очень детально сегментуем нашу аудиторию, и я могу понять, например, нещодавно вперше 186 людей. Я понимаю, что я могу сейчас, например, через Вайбер, чем-то отправить и швидшить их повторную покупку. Або, наоборот, 280 нещодавно часто. Я понимаю, что сейчас этим людям отправить что-то не мает сенсу, для них это будет просто спам. Таким чином, мы детально працюем с каждым сегментом и, конечно, увеличиваем повторность покупок и лояльность наших клиентов. Мы очень четко, например, знаем, когда наш клиент делает повторную покупку, на какой месяц, какой это сегмент, там, от 100. Таким чином, мы исследуем любую нашу маркетинговую деятельность, как она влияет на наши финансовые результаты. Это структура по каждому месяцу. Мы понимаем, где этот клиент вообще пришел, когда он у нас появился и так далее. Это, в принципе, для тех, кто с каждым бизнесом занимается, можете заскринтить, как мы выбираем локации. У нас сейчас шести працючих локаций, только одна не идет за нашим планом. И поэтому уже сейчас протягом двух месяцев мы планируем, что мы, в принципе, на это выйдем. Ну, снова таки, это очень крутой показатель, саме через то, что мы прям ретельно-ретельно выбираем локации. Мы очень много тестов, розрахунков делаем по локациям и так далее. Теперь, саме щодо пропозиции, щодо нашей управленческой франшизы. У нас уже по этой модели працюет деколька закладов. В том числе, есть инвестори из «Украинвест-клуба», Дима Карпиловского, который сегодня выступал. Модель очень проста. Мы открываем заклад, мы полностью управляем этим закладом. Мы створяем пул, и инвестори туда финансируют. Можно зайти от 10 тысяч долларов в этот пул. Средняя окупаемость закладов более 30 месяцев, то есть 40-50% речных. И в первую очередь, когда начинается первый прибуток, мы в первую очередь повертаем 100% прибуток, мы повертаем инвесторам. То есть мы при этом ничего не зарабатываем. Сначала повертаем вклады инвестиции, а потом делаем прибуток 50 на 50. Это схема нашей управленческой франшизы. Контроль. Это, до речи, тоже наша фишка. Мало в кого есть это сейчас на рынке. Инвестор имеет полный онлайн контроль за цифрами. У себя в смартфоне он бачит почти каждый чек, что происходит в ресторане, какая динамика, какой средний чек, какая количество чеков, какая собеварность, вплоть до того, как быстро выдаётся. Один из наших ключевых KPI – это скорость выдачи. Так же вы можете это увидеть у себя в смартфоне. Ну, конечно, доступ к камер онлайн в закладе. Круто. Как будто бы время для аплодисментов. И вы знаете, после этого выступления, мне кажется, мало останется людей, которые скажут, что ресторанный бизнес очень простой. Он, блин, про цифры, он про IT, он про технологии, он про скорость. Вот Ярослав отлично вписался в тайминг. Это тоже говорит о тебе, как человек, который умеет считать цифры. Круто. Поаплодируем ещё раз. Франшиза уже инвестиционная доступна на рынке, ну, а классическая будет доступна немножечко позже. Спасибо, Ирина. Спасибо, Ярослав. Увидимся с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok